Здравствуйте! Тема дня – город будущего. Запорожье присоединяется к мировому проекту Microsoft City Next. Об этом сегодня и будем говорить. У нас в гостях Надежда Васильева, генеральный директор Microsoft Ukraine. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте для начала поговорим о меморандуме, подписанном между Microsoft Ukraine, Запорожским городским советом и коммунальным предприятием Центра управления информационными технологиями. Что это за меморандум? В первую очередь хочу сказать, что Microsoft как компания реализовывает свою миссию, в том числе и вместе с городами. Это помогает проявить свой внутренний потенциал каждому человеку, каждой организации, в том числе и городскому совету. Городской совет Запорожья нужно отдать должное их смелости в том, что, несмотря на то, что происходит достаточно близко с вами, он реализовывает программу по развитию города. Эта программа принята в декабре. И, конечно же, с помощью наших инициатив, которые во всем мире внедряются в других городах, мы можем поделиться опытом. Поэтому программа City Next, соответственно, здесь. Сегодня мы подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. И первое, чем мы займемся, это интеграция того, что есть уже в цифровой стратегии Запорожья, с теми идеями и возможностями технологическими для того, чтобы внедрять это на протяжении следующих несколько лет. Такую карту мы должны будем составить в ближайшие два года. Следующее направление будет в основном сконцентрировано, сфокусировано на социальных услугах для города, на помощи городадминистрации в управлении ЖКХ, в развитии образования, здравоохранения. И, конечно же, первый приоритет будет эта безопасность. Ключевой вопрос – это развитие умного города в направлении того, чтобы предоставлять максимум безопасности жителям этого города. Ну, хотелось бы конкретнее. Что это даст городу? Безопасность – это хорошо. Но как это будет реализовано? Конечно, сегодня основные три тренда технологические, которые используются многими городами в мире, в том числе уже большинством городов в Украине. Примеры есть и Сумы, и Винница, и Киев, и Львов. Запорожье будет первым городом, который сфокусировался именно на безопасности. И первые три тренда технологические, которые будут в основе предоставления услуг в области безопасности – это, конечно же, большие данные, постоянный сбор в онлайн-режиме информации о том, что происходит в городе. Это аналитика с помощью искусственного интеллекта для того, чтобы понимать, как можно предотвратить какие-то нежелательные действия, нежелательные последствия. И третье – это интернет-вещей. Это с помощью различных сенсоров и датчиков собирать такую информацию для того, чтобы убрать человеческие факторы, какие-либо злоупотребления в этом направлении. Хотелось бы подробно поговорить о проекте мирового уровня, к которому присоединилась Запорожье. Это Microsoft City Next. Подробнее об этом проекте. Данная инициатива существует в мире на протяжении последних пяти лет. В данном случае Microsoft, используя все возможные наработки, которые на сегодняшний день есть в мире, последние технологические возможности, предлагает городам на базе платформы, облачной большой платформы, собирая различные данные в различных форматах, неважно, на какой платформе они были созданы, интегрировать их в конкретные услуги для населения и предоставить их на том устройстве, на котором населению удобно, будь то телефон, смартфон, часы, смарт-часы, что угодно. Эта инициатива начинается с работы непосредственно с мэриями городов относительно стратегии развития, относительно выборной программы, которая обещалась для городов. И это приоритизирует те основные направления, какие услуги непосредственно будут предоставляться. Дальше основная архитектура происходит, анализ или аудит того, что есть у города. Мы помогаем ее достроить для того, чтобы она была суперсовременной, для того, чтобы скорость передачи данных была высокой. А дальше уже идет взаимодействие с местным IT-комьюнити, то есть с IT-сообществом, со стартапами, с разработчиками, для того, чтобы сделать различные приложения на базе тех данных, которые есть, и выгрузить их на устройства мобильные для населения. А какие страны уже работают по этой системе? Очень большое количество стран. Мы сегодня обсуждали как раз, на какой город может быть похожа Запорожь, если мы берем международный опыт. И, конечно, мы смотрим на Детройт, потому что в Запорожье очень сильно, можно сказать, провести параллели. В первую очередь, конечно же, Детройт тоже начинал с услуг по безопасности. После этого очень быстро они перешли к развитию малого бизнеса, к тому, чтобы действительно тот потенциал инженерный, который есть в городе, после того, как город перешел уже более к сервисно-ориентированной экономике, использует для того, чтобы показывать новые стартапы, новые идеи, и использовать инженерию и технологии вместе. Поэтому очень надеемся, что, используя тот потенциал, который есть в городе, мы очень скоро можем стать большим стартап-хабом здесь, в Запорожье. А если говорить о украинских городах? В Украине, где тоже, в каком-то городе работает эта система? Да, Smart City работает в многих городах. Могу привести несколько примеров. Например, соседний с вами Криворожье, Кривой Рог, использует на сегодняшний день решения интернета вещей, связанных с контролем за водоснабжением и электричеством, электроснабжением города. Если мы берем, например, Сумы, то Сумы очень интенсивно используют различные решения в области образования, поскольку Microsoft предоставляет бесплатный Office 365, точно так же он будет его делать и в Запорожье, для всех образовательных учреждений города, что позволяет, естественно, начинать создавать различные идеи, интегрировать между собой проектные группы и сделать возможным уже начинать какие-то, проговаривать первоначальные бизнесы. И для того, чтобы молодежь оставалась в городах. И это, конечно, направление, связанное с развитием городов, с привлечением иностранных инвестиций, таких, как, например, решения в области, в городе Львове, где мы сделали общий портал о городе, где видно, во-первых, состояние ЖКХ города, во-вторых, различные публичные мероприятия, которые доступны международным инвесторам, международным визитерам, посетителям города. Как будет работать программа «Умный город» в Запорожье? В первую очередь, сейчас сложно сказать в целом, какие проекты будут включены. Мы можем говорить именно о безопасности сейчас и о направлении, связанном с образованием и развитием культуры предпринимательства. Далее, в течение следующих двух месяцев мы будем работать совместно с мэрией для того, чтобы сделать карту проектов. И, конечно, будем вместе точно так же взаимодействовать и с IT-сообществом, которое работает в городе. После того, как появятся такие проекты, скорее всего, они будут направлены на развитие инфраструктурных проектов, потому что Запорожье очень много сегодня, запорожская городская власть делает фокус на развитии инфраструктурных проектов. Поэтому появятся различные приложения в области транспорта, в области предоставления социальных услуг и улучшения общего качества жизни населения. А какую поддержку получит Запорожье от Microsoft? В первую очередь, поддержка будет в области знаний, в большом количестве тех технологий, тех услуг и решений, которые используются во всем мире, от, например, Барселоны и Детройта до Китая и Токио и так далее. Конечно же, наш украинский опыт. Второе – это в области образования мы будем предоставлять бесплатное программное обеспечение и решения за этим последующие, для того, чтобы уже обучать готовым бизнес-моделям. Третья сторона – это менторство для бизнеса, для того, чтобы понимать, какие бизнес-модели на сегодня более оптимальные. Сегодня бизнес переходит в транзакционную модель. И как раз хорошо, что Запорожье только начинает создавать бизнесы, потому что очень многим бизнесам нужно инвестировать в то, чтобы переделать бизнес. И последнее направление – это в области здравоохранения и неприбыльных организаций мы точно так же будем предоставлять бесплатные платформы, бесплатный объем для хранения информации в облаке, бесплатные вычисления для обработки большого количества данных, которые генерирует непосредственно город Запорожье. Предстоит сделать немалый объем работы. Вот хотелось бы знать, сколько времени для этого нужно, чтобы внедрить все то, о чем мы сегодня говорили. Знаете, ваш город нужно отдать должное большому уже прогрессу в том, что помимо мэрии и нас, международных вендоров, есть еще отдельное коммунальное предприятие, которое сфокусировано только для того, чтобы реализовать эту программу. Это очень хорошо. То есть есть конкретно ответственный, и в нем есть профессиональные, компетентные люди. Поэтому я думаю, что у вас это получится намного быстрее, чем во многих других украинских городах. Мы со своей стороны сделаем максимум, приложим усилий. Ну и нужно не забывать, что технологии улучшаются и модернизируются. Поэтому те, кто начал 4 года назад, все еще начинали на старых технологиях. В Запорожье есть возможность начинать сразу с нового и современного. Очень надеюсь, что первые результаты вы сможете увидеть уже до конца года и прочувствовать. Какими будут первые результаты? Вот что будет запускаться в первую очередь? Понимаете, самые сложные проекты в части безопасности. И здесь нужно, чтобы вы дали кредит доверия, как жители города, запорожской мэрии. Потому что еще никто в Украине не делал такие масштабные проекты. И я очень надеюсь, что... Я не хочу давать обещания относительно конкретной даты, потому что это работа коллегиальная и проектная. Здесь несколько групп, которые за это отвечают. Но я очень надеюсь на то, что вы это прочувствуете первыми. То, что касается развития образования, я думаю, что вы уже будете одной из тестовых областей регионов, которые будут участвовать в реформе образования, которая на сегодняшний день запускается с сентября этого года. Ну и третий немаловажный момент – это то, что развитие экономики из малого бизнеса очень много зависит от конкретно жителей города. Вот очень важно, чтобы жители поняли, что никто ничего не придет и не даст. И просто так их жизнь не улучшится. Они должны активно в этом участвовать. Поэтому от того, как реальная комьюнити, то есть общественность города, особенно молодежь, будут участвовать в том, чтобы генерить идеи, добиваться этих идей, добиваться от мэрии того, чтобы запускались и их идеи использовались, активно будут в этом участвовать, тем быстрее улучшится общая жизнь города. Спасибо, что пришли и рассказали о проекте. А мы будем надеяться, что все-таки будут сотрудничать молодежь и городская власть. Спасибо вам. А я напоминаю, сегодня мы рассказали, каким же может стать город будущего Запорожья. У нас в гостях была Надежда Васильева, генеральный директор Microsoft Украина.